Праздник у нас, поэтому я гуляю вот и любуюсь Гадецией. Вот расцвела Гадеция. Посмотрите, какая она красивая. Как она украшает все-таки наши клумбы. Как это красиво, как это нарядно, как это красочно. Это сказочная красота. Вот такие вот красивые цветочки. Вы полюбуйте семи и высаживайте себе такие цветы. Они очень неприхотливые, они нетребовательные к жаре, к теплу в смысле. Растут себе в любом климате, но холода, наверное, они выносят. Ну, в принципе, они цветут у нас с января месяца. Вот январь, февраль, март. Вот, значит, они не особо так и морозов боятся. Город готовится уже к празднику. У нас уже в апреле начнутся уже праздники. Йоматс-Маут, это День независимости Израиля. Вот. И там еще несколько праздников будет. Вот такой город наш хорошеет, красивеет. Вот полюбуйтесь на эту красоту. Я гуляю, дышу этим воздухом свежим. Прямо дышишь и дышать хочется. Вот. Ну, как вы видите, город наш на сопках. Я уже говорила. Здесь на велосипеде не покатаешься сильно в нашем возрасте. Но молодые, в принципе, катаются дети. Но я пыталась. Тяжело, конечно, с горки на горку, с сопки на сопку ехать. А здесь вообще крутой такой подъем. Вот. Вот такая вот красота. Небо чистое. Температура сегодня высокая. Около 30 градусов. Но пока что еще утро, поэтому 22 градуса. Вот. Вот такая вот у нас панорама. Вы видите, флаги повывешивали израильские. Все обновили. Так что приятно смотреть на эту красоту. Вот. Я сейчас пройдусь здесь по центральной дороге. А потом пойду гулять в лес. У меня каждая прогулка такая длится 2 часа. Я считаю, что 2 часа можно выбрать ранним утром, до работы, до того, как начнется рабочая суета. Вот. Солнышко яркое светит. Небо красочное. Посмотрите, как это все красиво, как это все нарядно. У нас уже основная масса людей сделала прививки и уже открыли границы для нескольких городов России, для Москвы. Наверное, для Ленинграда можно улететь оттуда. Так что можете уже, кто прививку сделал, можете сюда приезжать. Вот. Ну, вот тут годится. Она еще не смело так расцветает. Вот. Но когда она расцветет, здесь будет все красочно. Вот. Там у нас по центру, между двумя дорогами, растут ромашки желтые и львиный зев. Вот. Ну, это у меня не приближает эта камера. Вот. Но как-нибудь я сделаю, чтобы можно было приблизить их. Вот. Но здесь тоже годится идет по этому ряду. Вот, посмотрите. Только бутончики она еще дает. Людей никого нету ранним утром. О, слышу, там это в частном секторе. Такой у нас не частный сектор, но двухэтажные коттеджи. Курочки там квохчут. Вот. Собачки лают. Так что как деревня у нас в этом районе. Машин очень мало сейчас, потому что сегодня не рабочий день. Все люди отдыхают. Вот. Поэтому мало кого увидишь. Пока что я одна-единственная в спортивной одежде. Иду на прогулку. Вот. Там у нас район наверху называется Старый Меркас. Это когда образовывался наш город. Это было 50 лет назад. Начиналось строительство отсюда. Называется Старый Меркас. Старый Меркас – это центр Меркас. На юрите называется Шхуна-Ватикас. Это район Старый, Древний. Даже если точно перевести. Вот такая вот фанорама у нас открывается. Так что я вот спускаюсь вниз. Это идти, конечно, нетрудно. Но подыматься, конечно. Ну, пойду лесом. Вот. Лесом легче идти. Там отвлекаешься. Где-то пчелка, где-то бабочка, где-то ежик, где-то змея. Вот. Будет веселее. Полюбуйтесь этой красотой. Я не могу монтировать видео, поэтому загружаю то, что сняла, как тот чукча. Что видит, а том поет. Ну, это никто такой есть. Вот. Поэтому не будьте строги ко мне. Вот такая вот красота. Но самая красота – это впереди. Еще мне надо туда дойти. Я вам покажу, как возле пальм, в приствольном кругу посадили Гадецию. И как она ярко расцвела. Очень красиво. Красочно, прямо можно сказать. Вот сейчас уже я приближаюсь. Еще несколько метров. И вы увидите эту красоту. Посмотрите, сколько флагов висит. Здесь видно, что Израиль любит свою страну. Израильтяне любят свою страну. Вот. Еще только конец марта, а уже все готово. Флаги города Йокнеем нашего. Флаги нашей страны. И вот такая вот красота. Это слово можно повторять тысячу раз. Красота, красота и красота. Вот. Посмотрите. Полюбуйтесь. Как красиво. А какое небо. Прямо так и хочется взлететь туда. В эту синеву. В эти тучки такие беленькие. Пушистые. Как ватные такие. Вот. Ну вот здесь вот. Уже мы видим вдалеке эти клумбы. Вот такие вот. Приблизим. Это район, в котором мы, когда приехали 20 лет назад, мы жили здесь. В этом районе. И даже я вам покажу тот дом, в котором мы жили. Как езжаешь в наш город, он был первым домом. Вот его можно увидеть. Сейчас забор закончится. Я вам покажу этот дом. Это наш первый дом в Израиле. Вот. Можете посмотреть его. Квартирка была маленькая. Кухонка и две комнаты. Вот он этот домик, который принял нас 20 лет назад. Вот. Ну а здесь уже начинается настоящая красота. Вот здесь вот виола, гонитины глазки. Клумба такая вот красивая. Посмотрите, какая прелесть. Вот. И вправо, и влево. Эти анюткины глазки. Там львиный зел. Вот эти вот фигуры, которые покрыты зеленью. Состоят из зелени, их обрезают. Ну и вот самая-самая красота начинается. Вот. Посмотрите. Полюбуйтесь вы этой красотой. Ну и чем не красота? Чем не Англия? В Англии я была, там тоже красиво было в Лондоне. Но тут не хуже. Вот. Посмотрите, пожалуйста. Ради этого я такую длинную дистанцию сделала. Вот. Вот. Посмотрите. Вот это вот въезд в наш город. Вот такие пальмы шикарные. Вот такая вот красота сказочная. Вот такая вот здесь Гадеция. Вот. Полюбуйтесь еще раз. Вот такая вот красота. Амбуланс поехал. Кому-то, видать, поплохело. Вот. Видите, здесь покрытие такое искусственное. Оно создает видимость настоящей живой травки. И вот здесь вот пошли вот эти вот красивые-красивые клумбы в приствольных кругах вот этих вот красивых пальм. Вот такая вот красота. Вот. Так что Израиль вас ждет. Приезжайте, наслаждайтесь, любуйтесь этой красотой. Вот. Всем привет со святой земли. Вот такая красота. Наш город очень тихий, очень спокойный. Окружен вот такими сопками. Вот. Там вверху, в самом, это мужской монастырь. Мы там бываем, смотрим, когда приезжают какие-то гости к нам. Ну и вон город на сопках расположен. Вот такая вот красота. Вот. Конечно, сюда бы профессионалы. Сюда бы Игоря Корсакова или Александра Михайленко, самых лучших блогеров Крыма. Вот. Ну, они бы вам, конечно, здесь такие видео бы засняли, что вы бы глаз не могли оторвать. Вот. Так что давайте приезжайте со своими камерами, со своими фотоаппаратами. Любуйтесь этой красотой. Снимайте эту красоту. И наслаждайтесь этой красотой Святой Земли. Всем хорошего дня. Всем солнечного настроения. И всем, всем, всем вот такой сказочной красоты. Люблю, целую, жду вас на моем канале.